Во время катехизации на общей аудиенции, Папа Франциск размышлял о том, как современная беспокойная жизнь порождает поверхностность, сплетни и полную неспособность думать и молиться. Но часто, давайте это признаем, мы над чем-то работаем. И когда заканчиваем, то сразу ищем наш телефон, чтобы сделать что-то еще. Мы всегда такие, и это не помогает. Это заставляет нас скатиться к поверхностности. В качестве контрпримера, Папа привел святого Иосифа. Папа Франциск подчеркнул, что молчание и добрые дела святого – это полная противоположность поведению людей, которые много говорят, но мало делают. Тишина. Плодотворные слова. Когда мы говорим, давайте помнить эту песню. Слова, слова, только слова. И ничего существенного. Молчание – немногословие. Прикусить язык, когда надо, если это полезно, вместо того, чтобы говорить глупости. Когда Папа говорит о молчании, он имеет в виду спокойное отношение, которое может помочь построить сильную личность. Папа Франциск поприветствовал в Ватикане скрипача мирового класса. Это 29-летний Пако Монтальву из Кордовы. Для меня было честью сыграть произведение, которое я написал для моей земли, земли Кордова. Вы можете сыграть мелодию сейчас. Пока я прохожу вокруг, вы можете играть. Если это не обидное предложение. Нет. Я имел честь предложить Папе фрагмент одной из композиций, которую я посвятил своей земле Кордова. Она называется «Аллея платков». Здесь смешаны ритмы румба и фламенко. Я думаю, ему это понравилось. Пако Монтальву выступал на легендарных площадках, таких как Карнеги Холл в Нью-Йорке. Он наиболее известен своей новаторской игрой фламенко на скрипке. Скрипка становится главным героем. Это как певческий голос, ведущий голос. И это сопровождается ритмами фламенко, которые включают гитару фламенко, хлопки, танцы, электробасы, перкуссию. У скрипки есть способность к пению, а также способность к виртуозности. Так получается волшебный сплав. По словам музыканта, посещение общей аудиенции Папы не входило в его график во время короткого визита в Рим. Но он рад, что пришел со своей скрипкой и говорит, что играть фламенко на скрипке для Папы Франциско – это опыт, который он никогда не забудет. Папы… Папово… Папово… Флент Продолжение следует...